Перед началом ролика хочу порекомендовать вам сайт gamestru.ru Здесь можно выиграть реальные деньги, открывая кейсы. Всё зависит от вашей удачи. А выигранные деньги можно вывести на Kiwi или WebMoney. На сайте имеется лайф-лента последних выигрышей, а также таблица участников и суммы, которые они вывели. Всё честно и абсолютно прозрачно. Ссылка в описании. Здорово! С вами снова Андрей Скутерец. И сегодня к нам приехали Сергей, Андрей и Вача. А ещё у нас здесь есть Серго жирный урод, ну и Саня длинный бородатый упырь. Вот. И сегодня... Господа привезли к нам на обзор. Кстати, я лысый. Меня попросили в комментах побриться, и я, естественно, прислушиваюсь к мнению своих подписчиков, и тут же побрился. Ну ладно, не об этом, короче. У нас сегодня на обзоре редкий аппарат. Вон он, жёлтенький. Итак, представляю вашему вниманию спортивный жёлтый мотоцикл Triumph Daytona 600. Ты уже записываешь? Ты не гонишь? Блин, я не могу, я теперь угораю, тварь. Я сейчас сосредоточусь, помедитирую чуть-чуть. Этот редкий аппарат приехал к нам прямиком из Англии, потому что это Triumph. И, между прочим, у нас сегодня не один редкий аппарат, а грёбанных два редких аппарата, потому что шо это Triumph, шо это Triumph. Вот это оба Triumph и таких, что, ну вы знаете, что там дальше. Но самое главное, господа, то что сегодня вы видите эксклюзивный обзор, потому что ещё нет ни одного обзора на данную телегу в Ютубчике, даже не в русском Ютубчике, во всех Ютубчиках нет ни одного обзора на этот аппарат. Так что поздравляю вас, ребята, вы сможете оценить эту телегу по достоинству. Ну, в общем, начнём рассказ об этом аппарате. Обычно, ну, как я думал, на всех Triumph 3 котла, потому что это всё-таки типа техника такая, экзотическая. Я там смотрел моменты, что этот, что спортухи Triumph делают трёхкотловые, а здесь у нас всё-таки 4 котла, то есть это полноценный грёбанный спортивный мотор. Ну, а двигатель этот довольно-таки дружелюбен к своему наезднику, крутится он до 14 тысяч оборотов, хотя другие аппараты там из японской, не знаю, тройки, четвёрки, семёрки крутятся и до 16. Здесь, опять же, как на Сибире, отличная тяга с низов со средних оборотов. Я не ожидал такой телеги. Короче, этот аппарат валит примерно так же, как и Сибирка. Я прокатился, но аппараты эти абсолютно разные. Как по посадке, как по управлению, по подвесону всё разное. Я прокатился до этого и понял, что этот аппарат совершенно другой. Ну, к сожалению, я не смог найти здесь двигатель, потому что я не вижу, где здесь выхлопная труба, и по ней не могу дойти до двигателя. Ну, короче, вот этот вот элемент мне напоминает крышку какую-то от двигла, поэтому буду рассказывать, снимая сюда. Здесь у нас, как я уже сказал, 4 котла, 4 тактные, по 4 клапана на котёл двигатель. 112к был, то есть он чуть-чуть послабее Сибиро, но едет он ни хрена не хуже. Я прокатился и просто офигел от этой тележанции. Коробка шестиступенчатая, классическая, первая вниз, все остальные вверх. Ну, а также здесь установлена интересная система впуска. На один цилиндр здесь не одна форсунка, а две. И причём вторая форсунка открывается на повышенных оборотах, но это всё, по ходу, рассчитано на то, чтобы аппарат хорошенько наваливал. Также в этой великолепной мордочке, которая напоминает мне, не знаю кого, кого напоминает эта мордочка? Пчёлку. Пчёлку? Да. В общем, здесь у нас установлен не просто вот такой вот рот у пчёлки, это воздухозаборник для инерционного надула. То есть, когда разгоняешься на этом аппарате, воздух начинает лупить туда со всей двери, и получается, как будто у тебя турбинка стоит, и этот мопед начинает валить, открывая второе дыхание. Этот аппарат у нас уже не совсем в стоке, и здесь установлен прямоточек, а также нулевичок, где-то там спрятан под баком он, наверное, да? То есть, фильтр здесь спрятан под баком, вместо штатного установлен нулевик. Ну, после того, как вы ставите, ну, даже если поставить просто прямоток, а тут ещё и нулевичок, естественно, нужно перепрошивать мозги. Мозги у этого аппарата перепрошиваются, и даже можно скачать прошивочки в интернете, и даже здесь, под седлом, спрятан кабель, к которому можно подключиться, и всё это дело сделать через комнату. Но, к сожалению, этот аппарат пока ещё не перепрошит, поэтому он едет немножко не так, как мог бы ехать. На самом деле, когда я увидел, сколько пространства в этом багажнике, я немного приофигел, если сравнивать с другими аппаратами, которые у меня были на обзорах. Сюда влезет я даже не знаю что. Можно даже пачку дошика сюда уложить, и потом дома насладиться им в сухом виде или в мокром. В общем, вот он, этот кабель для того, чтобы перепрошивать мозги. Там у нас виднеются мозги, кстати, где-то в глубине. Да и вообще у этого аппарата практически вся проводка вынесена назад. То есть доступ до проводки здесь крайне простой, насколько я понимаю. Так, ну, короче, мы тут провели эксперимент, а оказывается, сюда даже походу две пачки дошиков влезет. А если постараться и утрамбовать его, не повредив упаковку, даже три пачки можно сюда засунуть, и потом целой компанией насладиться дошиками на природе. Блин, ну вот, кажется, я нашел здесь ребристости. Мне ребята помогли их обнаружить, потому что я очень долго искал. В общем, здесь у нас находятся котлы. Котлов здесь много, они вращаются не вокруг своей оси, а вот так вверх-вниз и перевертываются. Здесь еще у нас радик есть черного цвета, и это для того, чтобы он лучше охлаждался. Там у нас отборное масло. Какое масло, кстати, льешь? 300В Матюль. 300В Матюль я бы не советовал. Сюда ТНК Оилл нормально пойдет. Ну, по тормозам здесь все как обычно. Я к ним вообще не придираюсь. Тормозит и тормозит. Главное, чтобы лучше, чем на Альфе, не разрывало барабан. Суппорта здесь триумф, но, говорят, колодочки подходят от Сузуки. Значит, это типа какие-то либо копии этих суппортов. Да я прав? Либо копия, либо просто надписи вообще здесь. Делали триумфовскую. А сзади у нас один, естественно, суппорт от фирмы Нисин. Ну, короче, когда я первый раз этот аппарат увидел вживую, я просто не поверил своим глазам, потому что выглядит он просто офигительно. Для 2004 года это просто жесть как круто. Я думал этому аппарату, ну, максимум лет 5, а на самом деле он, я думаю, даже старше половины моих подписчиков любимых. Вы только вглядитесь в эти рубльные линии. Прямо как КТМ, но нихрена не КТМ, это Англия. Даже вот здесь у нас на баке такая штука, ну, просто, просто заводящий аппарат. Телки падают, когда видят его? Ну, я же сказал, отличный мопед. Вилочка у нас здесь классического типа, не перевертыш, но я думаю, это особо и не сказывается. Как я уже говорил, шо тормоза, шо подвеска, это все для спортивных гонщиков нафиг, там до сотых миллиметра, не знаю, там усилие что-то высчитывать, уровень падения картера. Здесь, получается, неподрессоренная масса чуть побольше, но мне лично похрен, побольше она или не побольше. Также у нас задняя ароматизатор, здесь моно стоит, про вилочку я забыл сказать, настройки просто все есть. То есть там сжатие, отбой, не знаю, что еще. А аморт немножко у нас здесь, конечно, тупой, потому что у него есть только преднатяг и отбой. И больше, по-моему, никаких настроек здесь нет. Но это тоже ничего страшного, потому что аморт просто отличный, да еще и с прогрессией. Сейчас пару слов по поводу посадочки. Я своими коротенькими кочергами даже достаю до земли полностью здесь. Даже чуть-чуть согнуты ножки, но это нормально для спортухи. А вот когда уже ложишься вот так, локти получаются слишком согнуты, я не знаю, как здесь рулить. А когда сидишь прямо, ну просто офигенно. Здесь вот, например, намного удобнее, чем на Сибири сидеть прямо. То есть получается посадочка здесь, как на каком-то спорттуристе. Ну и здесь точно так же, как на Сибири, очень много места для жопы. Но здесь есть один бонус. Сидушка находится под наклоном, но сделана она из какого-то другого материала. Поэтому здесь жопка на ускорении вообще никуда не откатывается. Поэтому гонять на этом аппарате немножко комфортнее. Но еще одним бонусом этого аппарата является то, что сидеть сзади довольно-таки удобно. Я просто офигел, когда сюда присел. Вот Саша у нас сейчас типа пилот. Я присаживаюсь, ставлю ножки и могу сидеть даже прямо. А еще, когда я сажусь вот так, чисто когда на разгоне сидишь по-спортивному, нужно держаться за бак. И здесь даже есть за что взяться. Вот бак у нас такой ребристый. И здесь вот прям за этот угол хватаешься, и пальцы никуда у тебя не слетают. И ты с альтухой не опрокидываешься назад. Точно так же здесь еще удобно сидеть, потому что твоя жопа не задрана кверху вот так. То есть ты не сидишь так, что у тебя лопаются нахрен швы на ягодицах. Поэтому, блин, сзади сидеть довольно-таки комфортабельно. Ну теперь настало время тест-драйва. Я присаживаюсь на нашу спартуху и вижу, что нет ключа. А ключ, оказывается, у нас в заднице торчит. Так, все, поворачиваем. Система в норме. Сейчас надо дать ему немножечко, немножечко постоять. А то благодаря прямотоку и нульвику, когда он заводится, у него 4000 оборотов. Ну это нормально. Его нужно только перепорошить, и все будет хоккей. Так, все, обороты падают. Можно ехать. Все, движемся на Дмитровское шоссе. Там мы попробуем разогнаться на нашем аппарате хорошенько. Ну и по пути, естественно, мы порулим и почувствуем, что это такое. Подвесочка здесь жесткая. Ты распусти по камеру, да? Да не надо! Так, ну подвесочка у нас здесь жесткая достаточно, как и на всех спартухах. Но, по-моему, все равно помягче, чем на Сибири, который у нас был в предыдущем обзоре. Ну или в предыдущем, смотря когда я выложу это видео. В общем, посадка здесь мне нравится. По крайней мере, сразу нету такого упора на руки. Тем более, здесь бак сделан так удобно, что ты его прям обнимаешь ногами полностью, начиная от самой интимной части тела, заканчивая коленками. Поэтому сидеть на нем действительно удобно. Так, я еду на спартухе, а передо мной выскакивают автомобили. Как-то все не по фэншую. Тормоза здесь, кстати, не такие отзывчивые, как на Сибири. Но все равно тормозят, если на них надавить чуть сильнее. Поэтому все окей. Скорости переключаются шумно. Ну, я прочитал пару статей про этот аппарат. У кого он был на тест-драйвах, там всегда пишут, что передачи переключаются на этом аппарате достаточно шумно. Я не знаю, почему так. Но это его конструктивная особенность. Так что в этом ничего особого здесь нет. Переключаются они, кстати, достаточно четко. И ход переключателя вообще здесь малюсенький, никаких люфтов нет. Так что управлять этим аппаратом приятно. Вот я сейчас еду с посадкой, как не знаю, на спорт-туристе. И вообще не испытываю никакого дискомфорта. Ну и отдельное спасибо конструкторам за то, что сделали здесь нормальную сидуху. Я ускоряюсь и просто моя жопа никуда не девается. Даже при том, что я сижу в посадке Чапериста. На самом деле посадку Чапериста сложнее сделать на таком аппарате. Но все равно сижу прямо. Насчет тяги с низов. Ну вот, допустим, едем мы 4000 оборотов. Даю газу. И чувствуется, блин, охренительный подхват. Чуть ли не на козла. Козла, естественно, не встанет с 4000, где-то с 6. Если отпустить газульку и поддать газу, он встает на ДБ. Кстати, сейчас мы это и проверим. После того, как откроется наш любимый переезд, который всегда закрыт. Ну пока стоим. Глянем на приборочку. Здесь у нас датчик температуры стоит. Кстати, очень хорошо все здесь видно. 81 градус сейчас, уже 82, поэтому мы пока лучше заглушимся. Блин, а нифига теперь не видно на приборке. Ладно, сделаем вот так и все будет видно. Да заткнись, не мешай мне делать тест-драйв! А что я говорю, пошел в очко! Фак, бич, ты кирпич! Так, здесь у нас спидометр, довольно-таки большие цифры, то есть можно глянуть и увидеть все. Ну, пробег, ну, тахометр, короче, есть все, что нужно. Но прикольнее всего здесь выглядит вот эта вот панелька, где у нас нейтралка, дальние поворотнички и уровень топлива. Выглядит прикольно, но, к сожалению, здесь, по-моему, нигде нет именно датчика уровня топлива, только лампочка загорается, когда топлива мало. Вот это вот беда. Также здесь у нас чек-энжин и датчик давления масла. Пока мы стояли, к нам тут присоединился еще один гонщик на Ямахе Айроцк. Так, все, пора двигаться. Сейчас мы снова на Спартухе проедем наш мощный переезд. Ну, по опыту с Сибером, я думаю, ничего страшного не случится. В общем, когда едешь на этом аппарате, чувствуется какая-то сопренность, я не знаю, прям, прям, чувствуется, что на этом аппарате ты можешь ждать Гарри и не очковать. По сравнению, например, с тем же Сибером. Блин, офигеть, пешеходы здесь долбанаты, просто жопа. Я в шоке, даже не посмотрел назад. Надо было его переехать. Жалко, тут нет Бугеля, который спасает этот цыган. Короче, аппарат, ну, прям, вообще, на нем хочется навалить. Точнее, даже не хочется навалить, а чувствуется, что можно навалить. Он прям отзывчивый такой. Так, нам только что побибикал байкер, а я не побибикал, а ему помахал. Ой, какая-то тут бибикалка совсем вялая. Ну ладно, бибикалка не главное в аппарате. Опа, я привстал чисто, чтобы посмотреть, что у нас там впереди. Ну и немножко навалю. Ох, хорошо! 122 километра в час. И, блин, самое странное, что на этом аппарате даже на такой узкой улочке, обычно на узких улочках, скорость кажется больше, а на этом аппарате вообще не чувствуется этой скорости. То есть, прям едешь, и, блин, он такой, он хочет навалить. На нем может наваливать и не чувствует, походу, что наваливаешь. Но я пока еще конкретно на нем не навалил, поэтому не знаю, как еще он будет воблить, не воблить. Здесь демпфера никакого нет. Ну, Сергей, владелец этого аппарата, сказал, что воблинг он на нем ловил. Ну, естественно, блин, на каждом аппарате можно словить воблинг, который валит, блин, за 200 и разгоняет соответствующе. По звуку все просто четенько. В никаких шумов нету, ничего такого стучащего, надоедающего. Естественно, здесь выхлоп стоит не столько, он пердит погромче. Ну, в пределах нормы. Даже мой триумф пердит намного громче. Но это вообще, конечно, угар, два триумфа встретились. Но этот триумф я, конечно, сделаю, потому что у меня-то все-таки туристический эндуро трехкотловый, а здесь четыре котла, он полегче. Я точно не знаю, сколько весит, в районе 170, что ли. А мой триумф 220 весит. Поэтому бревно еще то. 600-очка его уделает. Но прикол в том, что сани меня сейчас уделывают, ибо на этой дороге дикие кочки, и на спартухе по ним ехать совсем не хочется. А на той хреновине, блин, я аж подлетел, можно хреначить только в путь по кочкам. Тормоза, тормоза, тормоза офигенные, мне нравятся, но, как я уже сказал, нужно нажимать на них посильнее здесь. Интересно, вы слышите, как щелкает коробка? Даже со сцеплением щелкает достаточно громко. Хотя, я не знаю, по-моему, без сцепления всегда они щелкают одинаково. Так, ну вот, на второй передаче. Сейчас мы едем 3,5 тысячи оборотов где-то. Блин, уже к 4 подкрадываемся. В общем, надо попробовать ускориться. Блин, не получается, машинки мешают. Ну, в принципе, на этом аппарате точно так же, как и на Сибири, по двигателю очень приятно ехать и на низах, и на верхах. Никакого нету такого криминального подрыва здесь. Ну и, как я уже сказал, когда мы снимали на месте, он не так сильно крутится, как остальные спартухи. До 14 тысяч оборотов. Кстати, здесь с 14 как раз красная зона начинается. Но все это возможно поправить перепрошивкой мозгов. Все это делается даже до 15, говорят, можно поднять обороты нормально здесь. Но я бы не стал заморачиваться, потому что, если ты просто любитель, нафиг не нужен никакой тюнинг в аппарате, который и так валит. Сейчас мы подбираемся к Дмитровскому шоссе. Надеюсь, пробок диких там не будет сейчас. Да и, в принципе, когда пробок нет, все равно не получается разогнаться из-за того, что автомобили едут ни в одном ряду. Я так-то в шашечки не очень играю. Так, все. Сзади свободно, можно выезжать. Так, 6 тысяч оборотов. Что там сзади? Ну, блин, просто кайф. Как даешь газу, так он и едет. Единственное, что я вот сейчас чувствую, это вибрации, которые идут по подножкам и по жопе. Здесь они, конечно, почему-то побольше, чем на Сибири, на остальных спортухах. Ну, видимо, это такая особенность двигателя. Так, сейчас мы едем не больше 110. Мне, как обычно, мешают автомобилисты. Ну и в шашки тут особо не сыграешь. На самом деле, это дело опасное. Автомобилисты могут тебя и не заметить, когда ты подкрадываешься где-то сбоку, слишком близко. И просто начать поворачивать. У всех автомобилей есть слепые зоны в зеркалах. Поэтому, ребята, не советую вам слишком активно играть в шашечки. Опа! Пошел разгончик. 160. И едет стабильно вообще. Никаких косячков не наблюдаю. Так, но все равно мне мешают немножко автомобилисты. А сейчас я подхал газу, и разгон уже не такой резвый. Видимо, передача все-таки высокая. Поэтому этот аппарат уже не вытягивает на более низких оборотах. Литр бы вытянул посочнее, конечно. Ну, чем выше передача, тем выше надо держать обороты, чтобы мопед нормально тянул. Так, по идее, я должен был доехать до сюда, а потом развернулся. Но мы доедем до следующего поворота, и, возможно, в обратную сторону поедем побыстрее. Аппарат этот действительно выглядит прикольно. Во-первых, он редкий. Все спартуховоды, ну, не все спартуховоды, но многие даже не знают, что это такое. Поэтому на нем выезжать на всякие сходочки тоже приятно, я думаю. Я не выезжал, но думаю, будет приятно. Потому что у меня тоже все-таки триумф, и многие даже не понимают, что это такое. Думают, что это какая-то Африка Твин или еще что-то. А на самом деле это, оказывается, английский мотобайк. Не, ну меня, конечно, прет, как он едет прямо. Просто офигительно. На нем даже можно руки отпустить и никуда не улететь. Хотя, опять же, на нормальных аппаратах никуда и не улетаешь, когда отпускаешь руки. Но здесь прям, я не знаю, чувствуется какая-то надежность. Не, ну, кстати, вот я сейчас еду и не слышу, чтобы он громко пердел. Кстати, я только что отбил свои интимные места на кочке. Блин, все-таки это немного опасно. Так, здесь у нас где-то будет разворот. Судя по всему, автобус на него и едет, поэтому я последую его примеру. Блин, ну прям хочется его позакладывать. Не знаю почему, но что-то особое в этом аппарате есть. Ну, вообще, сам по себе весь особый. Действительно странно, что в него не затолкали еще три котла. Всего лишь четыре. На аппарате, кстати, установлен ксенон. Светит просто офигительно. Не знаю, как насчет слепит или нет, я еще не посмотрел. Но я думаю, здесь все грамотно. Все-таки мотоцикл-то не кислый такой. Так, все. Кажется, нам можно развернуться. Ура! Мы сделали это. Я впервые здесь разворачиваюсь. О! Я на почту писал. Да ладно? Дукати и все, ладно. Насчет Дукати? Да. А вот мне как раз на обзор привезли. Ладно, ехать пора, давайте. Офигенно, люди на дороге узнают и говорят, что на обзор как раз собираются ко мне. Это вообще угар. Так, все. Немножко мы подразогнались. Офигеть, Саня едет в 150. Вон долбанат. Блин, дорога здесь просто отстой. Поэтому здесь я пока помедленнее буду педалить. Не, ну посадка, ну я не знаю, сколько раз можно про это сказать. Ну посадка здесь, огонь. Я руками, ну вообще не напрягаю руки. Я чисто на ногах опираюсь, блин, и офигительно сижу. Так вот. Опять! Да шо ж такое-то? Все едут. Все едут не там, где должны. Так, впереди какой-то отстой опять творится. Ну пока что я на этом аппарате где-то 170, по-моему, дал. И стрёма вообще никакого нет, блин. Этот аппарат просто внушает какую-то уверенность в себе. Возможно, это из-за посадки такой у меня есть. Тут посадка реально какая-то необычная, не такая, как на всех спартуках. Короче, у меня, блин, почему-то нет ни одного негативного обзора. Я на всём, на чём катаюсь, всё больше и больше восхищаюсь. Нет, ну как нужно обосрать хороший аппарат? Здесь нет никакой алькантары плохо прошитой. Пластик просто офигительный. Выглядит аппарат хорошо. Естественно, он старый уже, есть коцки, но к этому придираться нельзя, потому что это естественно, когда аппарат со временем коцается. Блин, не знаю, вот последние два обзора я делал, всё больше и больше теперь хочется спортивный аппарат себе. Естественно, это непрактично, по крайней мере, по моему мнению. Не совсем удобно, но кайфово. А кайфово это главное, потому что в жизни надо иногда радоваться. Бак здесь на 18 литров. К сожалению, сколько жрёт он, я точно не знаю, но я думаю, примерно так же, как и Сибер, на самом деле, потому что объём у них одинаковый. Естественно, системы впуска немножко разные, но я думаю, это особо не влияет. Ну, хотя здесь есть инерционный наддув. Возможно, наверхах он действительно жрёт побольше, потому что ещё подключаются вторые форсунки на каждый цилиндр. И, возможно, побольше топлива там впрыскивается. Так, никого. Можно двигаться. Опа, парни меня уже нагнали. Они у меня чисто как сопровождение сегодня. Хотели поснимать видос, но я думаю, если разогнаться свыше сотки, стабилизатор откинет копыта, потому что на него такой ветер будет дуть, что он не выдержит этого. Опять не получится казануть. Печалька! Вот печалька! Так хотелось развить максималочку. Но здесь реально движение, как на МКАДе. Вообще нет возможности проехать быстро. Поэтому поедем пока на Дмитровочку. Возможно, там ещё разгонимся где-нибудь. Ну, аппарат этот, по заявлению владельца Сергея, едет 270 максимально. А 270, блин, я бы очканул разогнаться. Ну, хотя фиг его знает. Я без шлема разгонялся 210. Это немного ненормально, но мы селяне, нам можно. Блин, у всех срабатывает сигнализация. Я проехал только что, машинку у неё запищало, там в куче машин тоже запищало. Вроде пердит тихо, а походу нифига не тихо. На ходу не слышно. Ну, здесь у нас не хайвей, поэтому тут разгоняться вообще. Не стоит на Спартухе. Я не знаю, как вообще Стритрайдер газует на своей Спартухе по таким колдобинам. Просто смотришь его видео, и страшно за него. У него же уже были такие казусы, что то ли колесо взорвалось. Да, по-моему, и колесо, и диск погнулся. Но это же просто жопа. Как можем по таким дорогам гонять? У нас здесь и то дороги намного лучше, но, блин, я не рискую ездить быстро, потому что это даже не совсем приятно. Со сцепления здесь, к сожалению, стантить не совсем удобно, потому что, вот вы видите, я двумя пальцами держу, а мопед едет. Поэтому не получается держать двумя пальцами, резко его бросать. Здесь сцепление очень рано срабатывает, и свободный ход очень большой. Сцепление надо поднастроить. Ну, я попробовал с газа встать на этом аппарате, и он встает. Конечно, я, опять же, не профи в этом деле. Я не знаю, как задрать его в угол с газу, но рулят, колесо отрывается от земли. Сейчас попробую. Так, все, улочка свободна. 6000 оборотов. И даем газку. Блин, ну отрывается, отрывается колесо, но я не знаю, как его при этом удерживать. Это довольно-таки сложно. Ох, блин! Не, ну это реально страшная тема. Я лучше со сцепления бы застантил. Это получается уже на больших таких оборотах аппарат более дерганный, когда с газом встаешь. Я не знаю. Это мне надо покупать спартуху и самому тренироваться, и убиваться. Ну, короче, блин, мощь в двигле есть определенно, ребята. Ух, блин! Блин, я не могу! Как же он вырывает! Жесть! Мне кажется, тут даже газ можно и не сбрасывать, когда пытаешься застантить. Так, что-то там как-то... Как-то переезд закрыть немного. Не, газ надо сбрасывать все-таки, он так не вырывает. Ох! Есть подрыв! Есть подрыв! Есть подрыв! Нитровушка, кстати, втыкается здесь вообще кайфовенько. Я прям легонечко ногой вниз нажал, и все. Андрей, ты мой подписчик? Да! Ты хочешь попасть в выпуск? Хочешь! Тогда Ри Альфу валит, Ирбис прет! Альфу едет, Ирбис прет! Правильно! Давай, Андрей! Давай, давай, я стартую! Я к тебе зайду еще! Хорошо! Так, ну вот и момент! Блин, это офигенно просто! У-у-у! Ну вот, я и вжарил две соточки. Третья, вторая. Нет, на пятой передаче две соточки я ехал. Не на четвертой. Но, блин, разгон вы сами видели какой. Это просто ракета. Поверить в то, что это может ехать 270, проще паренной репы, потому что это была только пятая передача. Здесь есть еще небольшой запас. Ну вот и подходит к концу наш обзор. На улице уже темнеет, поэтому это логическое завершение нашей телепередачи. Аппарат мне очень понравился. Он очень предсказуемый, офигительно валит. И, кстати, этот аппарат продается. Так что, если кому-то интересно, заходите по ссылочке в описании. Там будет объявление о продаже этого мотоцикла. Ну и, как я уже вам говорил, пишите мне на почту, если хотите привезти свой байк на обзор. Именно на почту! Почту можно найти где-то там на канале в описании. А также почту можно найти ВКонтакте у меня в статусе. Больше писать никуда не надо, потому что я больше нигде не смогу прочитать. ВКонтакте пишут очень много, и я не могу прочитать все сообщения. Так что, почта рулит, ребята! Ну и, если что, можете написать Саньке. Он у меня есть в друзьях. Он у нас, типа, этот, менеджер по продажам мотоциклов. Короче, все. С вами был Андрей Скутерец. Ребята, которые нам привезли аппарат на обзор. Еще тут пара пацанов образовалась непонятно откуда. И Саня-оператор. Делитесь с друзьями. Ставьте кучу дизлайков. Всем пока! Пока! Пока!